я взяла все из ниши а там у всех телефоны айфоны а я такая с двумя бантиками если ниша то для меня это был вау я смотрю это будет вообще вау я рада что она хотя бы это увидела дальнейшей моей победы к сожалению она не смогла увидеть я думаю лишь бы мама не умерла ей было настолько больно да тяжело себе вот она даже ночами могла плакать я умру откуда эта сила в такой молодой хрупкой девушки утром он приезжает и мы садимся открываем а там мне выдали грант образование меняет судьбу можете меня тоже отправиться на наиспекс на сажировку конечно образование должно быть доступным добрый день в эфире же сухват меня зовут динара саджан и сегодня у меня в гостях осель амангильды преподаватель английского языка выпускница назарбаев университета я думаю человек который замотивирует вас поступить в карвард я вас поздравляю вы поступили да спасибо в прошлом году я поступила в прошлом году но грант я получила в этом году потому что я взяла отсрочку на один год по беременности осель амангильды преподаватель английского языка окончила назарбаев университет и поступила в гарвард 8 лет обучает английскому языку онлайн университеты ищут лидеров ищут студентов у которых уже есть какое-то влияние среди вот в своем обществе поэтому я бы сказала что нужно здесь смотреть чем они интересуются не есть а вообще очень много людей ошибаются когда хотят поступать за рубеж они смотрят на университеты а нужно искать именно специальность программу вот если вы подходите на какую под какую-то программу вас возьмут точно и у меня также случилось я поняла что я хочу масштабироваться я хочу мне путь я почувствовал что мне нужно новые знания в сфере образования и я искала программу которая бы мне прям точно подошла и это я нашла в гарварде специально называется лидерство и бизнес в образовании и когда я прочитала название вообще в целом я поняла так здесь будто описывают меня и дальше я иду читать курсы вот что там преподается кто преподает кто их выпускники читая курсы и эти курсы знаете я читаю и они закрывают все мои боли которые у меня сейчас а например есть в бизнесе выходят я понимаю что мне чтобы дальше расти нужны знания а в своем опыте по своему опыту я знаю что именно образование меняет жизни именно образование поможет изменить к так скажем свою судьбу вы знаете что я выросла до в маленьком городе арысь самой обычной семье почти в ауле я выросла до восьмого класса я учусь арысь на благодаря взрывам сожалению да да я тоже видела взрыв несколько раз вы выросли в городке где вы понимали да что есть хранилище нет нет если я не понимала я но я понимала что я мы живем ну то есть для меня это было нормально обычная семья для арысь и мы жили хорошо мой папа был полицейским мама бухгалтером в россии жили хорошо все нормально я всегда хотела большего вот я знаю мечтала всегда вот представляла себя всегда успешной и понимала что вот единственный выход это просто нужно учиться это поняла когда поступила в ниш самостоятельно я из-за рыси когда я оказалась в новой школе представьте школа туалет и жёг даже до которые на улице туалет и я оказываюсь в ниш где в основе нет нет шимкенте вот в 2013 году открылась новая школа назарбаев интеллектуальная школа в шимкенте и нам сказали вот можно поступить туда а я круг отличница я такая говорю маме я хочу поступать туда а мама говорит знаете это моя мама она была такой образованной такой умной женщины мудрой она села ко мне вот она сказала козом всем усы китинен теньки теса ты девочка ты потом выйдешь замуж ты этого точно хочешь я задумалась она прям я почувствовала сама ответственность будучи вот девочки в восьмом классе я почувствовал эту ответственность и сказала да я этого хочу и все дальше я даже сама начала искать собирать документы перечень документов я взяла у своих подруг а папа не хотел отпускать не то чтобы отпускать он хотел но он боялся коррупции потому что ни для кого не секрет что в казахстане дать на тот момент попасть в такие школы хорошие сложно сложно деньги нужны были и папа думаю что я мы возможно потеряю веру да в себя то я не поступлю туда и это мне сломает крылья и он сказал к зиму ах шагерих шарунда без тех а зрундах шажок давайте ну снот хох петри вердебе сказал нет я подам я даже она он был против некоторое время они вместе и один день а я я смотрю уже дедлайн приближается и на столе всегда на в зале лежали документы папы его удостоверение а там нужно было заверить удостоверение личности нотариально я забираю его удостоверение идут нотариус в россии а там в россии маленький город и все друг друга знают а там нотариус звонит папе говорит твоя дочь пришла с твоим удостоверением личности давай подъезжай и он понял что я сильно хочу этого и все мы готовились то есть как готовились я просто пошла и сдалась там особо времени не было школа только открывалась и на восьмом классе они принимали они обычно не принимают они 6 понимают вот только из-за того что они начинались и я поступила в эту школу то есть там тоже были свои истории я помню когда я сдавала экзамен кто-то оказывается подошел к моим родителям и сказали вот дайте нам дайте мне там не знаю 500 тысяч ге и я вам гарантирую поступление и они конечно не дали я самостоятельно поступила вначале никто не верил что можно что нет коррупции да и все я попадаю в школу другой мир для меня вот для живете в интернате живу в интернате интернат какой даже был знаете вот реально таких условий у нас дома не было конечно у нас такой интернат у нас прям ниш открыл для нас другой мир для детей которые учатся и с тех пор моя жизнь вот на 180 градусов изменилась и я поняла такую так как это работает значит ты учишься значит у меняется вот я поступаю и в арысе я звезда а сель молодец я с третьего класса на всех олимпиадах а вниз поступаю а там у всех телефоны айфоны а я такая с двумя бантиками и такая маленькая а у все все уже разговаривают на английском представляете тогда никаких курсов по английскому нет но слава богу у меня было вот старание хотя бы желание да но я начала знать угасать вот уже вот эта неуверенность то что я из-за ула что все изгород все городские я понимаю что мне сложно и я даже родителям не могу об этом сказать я понимаю что сейчас они начнут жалеть меня и наверное забрать заберут обратно и скучаю по ним тоже сложности очень много и потом я что сделала мне поняла что мне нужно понять английский даже вот внеш когда только открылась они взяли знаете всех кто просто знает английский отправили бесплатно в сингапур бесплатно а у меня нет ни паспорта ни английского и опять выпускаю эту возможность я не знаю английский и все меня не отпустили и а я круглая отличница из ниш знаете из 150 наверное было учеников из них только 7 девочек закончили на красный диплом и я была среди них когда вы поступали в назарбаев у вас уже был хороший английский да у меня уже была илс 8.0 но и как я делала все вот получается 4 года я внешне училась я очень активно училась я взяла все из ниша честно я а после учебы до 6 вечера если у нас был урок после 6 я же все равно живу об жизни я ходила в библиотеку это могла все книги читать я могла вот с разной методики смотреть ночью были включены да и максимально включена и именно английский для меня был сложным тогда все по другим предметам у меня были пятерки английский как я сдавала экзамен знаете у нас но он был похож на формат айлса наши экзамены мы всегда писали с и вот это если для меня он был самым сложным и вот в одну четверть мы же проходим 4 5 большие темы и я по ним заранее писала эссе я их учила и шла на экзамен и писала их а прям все это слово в слово писалось что я запомнила и так я получала в более менее нормальной оценки но со временем вот самостоятельно я подняла свой уровень оставаясь библиотеки все время читая книги на английском слушая на английском иногда просила своих преподавателей чтобы они мне дополнительные уроки проводили то есть вы понимали стиль да что без английского вы не поступите на заработки конечно да там был минимальный порог 6 5 наверное и нас знаете вот я очень благодарна своей школе внешне до сих пор это но некоторые я знаю что не любят школу но для меня они же она была вот моей второй семьей вот нас 9 класса готовили к айлсу я помню мы впервые вот когда завалили сами оплатили мой папа вот родители были в шоке что сам экзамен стоит тогда 30 тысяч тенге а сейчас пусть им стоит и мы его сдавали и первый раз когда я сдавала я получила 5 5 или 5 но я не помню и затем я уже все готовилась вовсе уискала все читала однажды попросила родителей летом записать меня на курсы они отдали вот свои зарплаты записали меня но все равно как сказать когда вот ты сам не включен ты сам не ищешь особо результаты нет я сама искала разные методики и потом я пришла к тому что я создала свою методику ваш айлс 8 0 это благодаря вашим походам библиотеку после учебы я думаю да ну конечно и здесь играла ли роль преподаватели нас в нишу очень готовили очень сильно готовили в целом но другой человек после учебы наверное пошли бы отдыхать но я понимала что мне нужно делать больше чем другие потому что у меня ниже результат я шла дальше библиотеку мне до сих пор есть фотографии где я сижу и у нас был первый ужин в семь и второй ужин в девять и вас классно кормили еще конечно не что-то я же говорю просто так не говорю что это моя вторая семья они реально классно кормили классно относились до сих пор очень теплых отношениях со своими воспитателями я думаю что это наверное еще и потому что вы жили в интернате да да поэтому всю вот эту жизнь прочувствовали да да расскажите про ваше поступление в назарбаев университет вот дальше я узнаю что вот когда я хотела сдаться уже я думала может вернуться в арыс может быть там вот любимые молодец и сели да они здесь такой я вообще прям знаете у меня было не узнать я стала такой замкнутой не уверенной в себе потому что другие мои одноклассники они были из города и они ходили на курсы с детства почти и были знаете дети акимов бизнесменов шумкента очень богатых да и у них классные английские они летят каждые там каникулы да за границу да у них классно не даже лондон отправляют их родители а я а я за рыси обычно речи на это вчера я решила что я пойду дальше когда узнала что существует назарбаев университет вот на сайте назарбаев университета есть 3d тур я зашла и посмотрела так если ниша то он для меня это было вау я смотрю это будет вообще вау я смотрю такая все я буду поступать в назарбаев университет и когда вот появилась у меня мечта цель все вот эти моменты скучать родить по и родителям чувствовать себя вот немножко отстал и да все это я отпустила я поняла что у меня есть цель я иду к ней все я знала чего я хочу и дальше я готовилась и сдала все хорошо и поступила успешно назарбаев университет и окончила ниш с красным дипломом был 2016 года до этого переехали в астану да 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 это ваша первая была поездка нет я здесь жили мои родственники я приезжала но именно на левый берег в астану целом это была моя первая поездка тогда мама начала уже болеть я была ребенком я не замечала вот я мы я вот я была ребенок амбициозно я видела назарбаев университет все я вижу я хочу туда и мама приехала со мной и у нее тогда уже хромала чуть нога у нее постепенно начиналась болезнь развиваться и она приехала со мной я так рада что она тогда со мной приехала потому что она и именно мама сильно верила в меня вот знаете вы же тоже мама и вера мамы и в ребенка очень все меняет абсолютно она я помню она вот комментировала все маленькие мои достижения даже когда вышли первые телефоны с камеры я вот сфоткалась посмотря на ка этот зеркало и мама говорит караш асель без сонда и я реально думал что я реально умная если я особенная вот с детства у меня была такая мысль даже я могла в магазине что-то дополнительно купить она говорит асель бизнесонда и хозяйственная и ее вот эти комментарии мне всегда помогали даже перед поступлением ниша она села вот сказала асель если все пройдет честно ты поступишь и вот эта вера она я рада что она хотя бы это увидела вот дальнейшей моей победы к сожалению она не смогла увидеть каком году ушла мама в конце двадцатого первом году потеряли обоих родителей и бабушку тоже до всех получается взрослых в семье это происходило все в какой-то один период да ну сперва это так было вообще вот в шестнадцатом году мама начинает болеть и она приходит со мной на зербаев университет мену горна ластера барнов на 1 а все мои мысли уже о моей учебе друзей да и она я думаю что я всегда овощи мысли позитивно я всегда представляла свое будущее всегда позитивно и до сих пор я в мыслю и я думаю вот ну разлуки детстве будет хорошо я до конца думала так и она вернулась в арысь с тех пор вот у ее болезнь уже развивалась дальше она не смогла так активно участвовать в моей жизни диагноз называется баз я назову это самым страшным самым ужасным диагнозом в мире то есть она не могла ходить да нет это знаете в чем ужас стена это то что эта болезнь постепенно убивает человека вот и голова как он все понимает то есть она до конца понимала что происходило спасибо что она уме она очень умная умный был очень умный мудро на начитанной было она до конца понимала что происходит с ней и это было очень больно она умирала постепенно вот боковой аммифиатрический склероз и поставили такой диагноз здесь в основе ее братья вот разных врачу звали из разных стран отправляли ее результаты но все согласились с этим диагнозом не излечим не излечим это 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 знаете после постановления диагноза через нескольких лет человек умирает но он умирает очень медленно постепенно например перестает работать мышцы вообще ноги и руки дальше уже с дыханием в конце ты с дыханием до этого глотания она не могла сама переворачиваться и это уже в конце вот болезни и этот момент вообще она очень быстро развивалась у него это болезнь очень быстро развивалась а папа у меня был очень тоже вообще родители у меня был золотые честно а папа вот хоть не хотел чтобы и мы и вот именно девочки дай старшим я моя сестра не видели чтоб как наша мама умирает и она он говорил мне не приезжай на выход на каникулах и конечно же не слушалась папу и у нас на забав университете очень часто выходные как зарубежному по зарубежной системе же и каждый раз я вот как заканчивается сегодняшний урок экзамен я сразу летала в шимкент дальше варись к маме я смотрела за ней ухаживала но все равно я до конца надела что будет что-то ну я была ребенком я не понимала что происходит я думала вот она вылечится и и мы не замечали что на фоне мамы оказывается папа тоже болел что у него после именно после того как до коронавируса в целом у него был сахарный диабет то есть мама дал наших глазах она лежит она прикована к постели а папа ходит он нас обеспечивает полностью и он на моих глазах был таким здоровым будто все нормально с ним и когда и вот получается двадцатый год нас всех отправляют домой сестра я тоже мы все онлайн учить наверное это даже для нас нашей семьи было даже хорошо что мы все были дома чтобы мы провели это время дома вместе все мы приезжаем домой у нас вот утро знаете как начинается я сейчас тогда для нас это было нормой я сейчас смотрю назад и понимаю как мне жаль вот на меня моей сестры и братьков потому что мы просыпались и смотрели за маму ухаживали она не могла сама ходить в туалет не могла есть сама уже ну двадцатому году было получиться пришло четыре года до этого за это время они вот папа искал врачей и его ее братья тоже все что-то делали пытались но все говорили лучше дома с детьми быть и все выждать и проживать это последние годы своей жизни и вот 20 год она уже все приковано она даже не разговаривала но мы и она была центром нашей жизни мы за ней смотрели все у меня получается этого братика и сестра сестра всего на один год старше меня на врач и и в основном за мамой смотрела она но мы ночью найти по очереди вставали и ложились с ней потому что она но всю ночь она не спала она у нее все время что-то поделала она сама не может двигаться а голова то все время работает и не дает спать и и мы ее переборачивали то в туалет ковери то и это то все мы по очереди сделали и утром с первым делом ухаживали за маме за мамы давали есть автор потом сами топили печь ну мы жили в аресе обычно а папа вашим братьям 15 ну тогда 14 15 вот они тоже смотрели параллельно уже тогда преподавали английский язык онлайн да я получается за мамой смотрела до дома учусь еще на зарпах университете онлайн тоже очень сложно и дополнительно преподаю английский онлайн тогда я еще уже работала на себя уже работала на себя и вечером я преподавала английский днем вообще я могла в день провел проводить по 6 8 уроков дополнительно и за это тогда получается мы также распределяли обязанности мне то есть мы так сплоченно работали например я то есть зарабатываю я помогающий папе но папа сам справлялся отлично он был после того как вышел в отставку из полиции он был директором цона в россии его все уважали он был очень уважаемым человеком дальше он не переставал трудиться потому что еще он нанимал сиделку для мамы вначале чтобы мы не смотрели и не видели это он не хотел причинять нам боль не хотел чтобы мы пострадали боялся что психологически и морально это нас сильно заденет и нам будет очень больно и мы не сможем построить потом хорошее будущее он боялся очень он тоже работал но я хотела помогать папе тогда я уже зарабатывала знаете начинала вот в последний двадцатом году я уже зарабатывала хорошие деньги и хотела папе помогать но мне не разрешал не горел твои деньги это твои деньги все это я вас обеспечиваю считайте у нас человек который болеет прикован к постели мама да у нас бабушка 80 лет четверо детей твой из них студентов один тогда мой младший брат поступил назарбаев интеллектуальную школу тоже сейчас он учится назарбаев университете мы сейчас в стане вот супер мишу мою первым ушел папа очень неожиданно для нас тогда когда мама лежала на постели вся все наше внимание было на маму на маму и в один день я плетела в астану по работе только вот открывали границы времен а нет они еще не закрывали чуть-чуть это было летом в юне и мне говорят папа попал в больницу я в шоке что с ним и и лечу обратно домой и говорят что папа сейчас больнице у него вот что-то именно с сахарным диабетом видимо он там заразился кувидом и вот знаете даже не поняли что произошло и в один день говорят ему становится лучше его переведет в этот больницу который в россии его перевели ночью но у меня в сердце знаете что-то чувствовало два климин канавой это на война у меня вот чувствует что-то вот неладное что-то и с братиком ездим в эту больницу такая старая больница варисе ужасно его не знаю кто перевел просто перевели и за за один день до всего этого он нам позвонил у него был хороший голос он сказал вот и не мне именно сестре а я кабала ажах лапа рандар так он сказал нам будьте осторожны сейчас к увете и вот единственное что он сказал вот и хвала ажах лапа рандар все и дальше вот через день нам ничего не обстоит сообщают и я приезжаю вот спальницы домой смотрю дома очень много людей уходят и мне об этом сообщают это был коронавирус потому что это лето двадцатого года это был самый пик я в это же время тоже бабушку потерял а мама когда ушла через три месяца через три месяца но ей было и так очень плохо но она понимала до что умер папа да она понимала но знаете и было не до этого ей было настолько больно тяжело да тяжело себе вот она даже ночами могут плакать когда я умру тебе сколько было родителям папе 52 маме 50 был совсем молодые а бабушке было 80 лет она осталась с вами тогда ну через пять дней после смерти папы она тоже ушла ну умерла из-за того что она не смогла то есть бабушка умерла после папы сразу сразу в 25 июня мы потеряли папу 30 бабушку мы не понимали что происходит не был такой страх я не понимаю вообще что это сумма или почему они были такими знаете добрыми такими прекрасными людьми мои родители я всегда задавала вопрос почему именно они почему они всю жизнь читать мой папа все мое осознанное время я знаю что он читал намаз и вообще научил нас быть добрыми порядочными и говорил мне вот к замок сабанда вот были на данный замангелятор сабанду к вот но это было все вот когда я узнала о смерти папы я и помню это сих пор этот момент я вот прям села и я хотела чтобы время остановилось чтобы это все стало моим сону просто страшно но не так я утром да знаете я просыпалась и думаю думаю может я сейчас проснусь из своего сна но нет просыпаюсь это моя жизнь и тогда это не понимала просто вот мы жили как дальше роботы все дома и нашим центром вселенной было дальше мама следующие три месяца мы держались благодаря тому что у нас есть мама даже если она не разговаривала даже если ну уже давно она не это было сказать полноценный там мамы это мы ее наоборот поддерживали смотрели за ней полностью и добавили лекарства но через вот провели джуз кондекан дома были гости знаете я так благодаря своему университету назарбаеву университету когда они я вот и в этот день я просто знаете тупо забыла об одном экзамене а я человек который всю жизнь хорошо училась я забыла бы об одном экзамене смотрю что-то открывал у меня там ноль стоит я начинаю плачу и пишу профессору я говорю вот у нас у меня такая ситуация и получаю ответ от всего университета если тебе нужна какая-то помощь ты нам скажи ты вообще не беспокойся об учебе и о твоих оценках все будет хорошо и ам сестре что сказали вот казахстанская система так сожалению сейчас они сказали ты должна приехать и сдать экзамен нас ничего не интересует ты должна приехать все она здесь учится очень она нет в алмате в медицинском в имени я сведя по и она туда полетела в этот день она должна была сдавать экзамен она полетела туда я дома одна ну то есть есть другие родственники но ответственность на мне в основном и что-то я ухаживаю за мамой она была такой красивый когда мы проводили джуз кондок она была такой красивый такой знаете и становилось лучше и если на следующий день она уже ничего не ест особо ну то есть я вижу что не ухудшается состояние сильно резко я еще еще ребенок то я и мне было двадцать одиннадцать два я думаю что я сейчас я покормлю и все будет нормально а она любила тыквенный суп я хотел приготовить а вот дома оказывается нет блендера я даже знаете хочу отправиться на базар купить но я боюсь ее оставлять даже с другими людьми я боюсь его оставлять но я оставила ее быстро побежала купила и возвращаясь домой мне ну руки и ноги дрожат я думаю лишь бы мама не умерла мои мысли были когда я приходила потому что вот этот осталось у меня осадок допустим я приезжаю домой и думаю лишь бы мама была сейчас жива пожалуйста я прихожу на живая так радуюсь я ей приготовила но она не стала есть ничего и дальше все она впала в кому ей принесли вот дыхать аппарат дома родственники и она видимо ждала сестру у них с сестрой были особенные связи у меня с папой на видимо ждала сестру ночью она сдала как экзамен сразу прилетела и вот к утру ее уже не стал вот мы сами уже вы взяли опекунство на себя за братьев моя старшая сестра взяла опекунство но я сразу взяла финансовую ответственность за себя я понимала что не зря все так случилось что с восьмого класса я жила отдельно что восьмого класса я развивала и у меня уже было то есть я уже зарабатывала я могла уже обеспечивать нас и мне было так сложно вначале я задумывалась почему именно мы почему именно за что за что вообще такое происходит ну мы просыпались жили вот просто как тень дома что-то делаем сели ну еще и учимся онлайн плюс просыпаемся что-то делаете мы учимся я вижу что мы все меняемся и мои братики и сестра что у нас уже будто нет смысла я вижу что все плохо с нашими именно состоянием психологическим когда мы даже не понимали что нужно вообще идти к психологу в таких случаях этого и никто не говорил мы сами тоже не знали и вот мы живем как обычно сдаем экзамен и просто просыпаемся засыпаем я даже не расчесываю волосы знаете вообще я ничего не делаю вот признаки вот жизни нет у нас допросе мы просто вот на автомате все это делаем делаем все ничего мы даже друг с другом особо не разговаривали но вот эти вещи крану кто все проводится делается и где-то начинаем искать родителей дать у родственников то есть я наверное год после смерти я искала папу у там его братьев детали но потом только вот это осознание пришло что их больше все нет и они не придут все никто не может мне заменить родителей все нет их все нужно это принять и знаете какое вообще событие мне помог вот собраться вот в один день обычный такой же день арста я учусь рядом братья поручится сидит и там что-то сестра бьет дверь сильно такая думаю что смотрим думаю ладно не знаю что происходит а потом что-то он сильнее она сильнее начинает мы идем а там она захлебывается у него с детства благ такая проблема что у нее застревает какой-то вот витамина на милу принимала тогда и она не может оказаться дышать а мы прошедшие через такое горе у нас руки дрожат ноги прям сильно и мне страшно мне кажется что это с нами случилось в доме может какой-то не знаю этот ходит а злой рок да не знаю что происходит я дрожу несколько секунд и начинаю искать в интернете что нужно делать таких ситуациях она сама не может она же сама врач она не может объяснить так показывает и оказывается нужно вот так давить сюда и а у меня то никак вот убрать он младшего тоже и тут даже брать прибежать и у него вот получилось и она вот отпустила все и все это несколько секунд происходило и здесь и такая поняла а все может быть еще намного хуже хорошо что у меня есть сестра хорошо что у меня есть два практика и вот благодарность она тогда пришла ко мне за то что за все что у меня есть что мои родители не умерли когда мне было котик до 10 лет даже бывает что они мне дали образование воспитание родных людей да они вот мне все дали у меня было самое счастливое детство я поняла что нет я счастливый человек я должна быть благодарна у меня есть братья даже если родителей не стало то есть у них было они как сказать скопили деньги да где-то вот их пенсионный фонд мы все это взяли смогли купить квартиру в астане и они вот все нам обеспечили и я должна быть благодарна что я не одна и с тех пор я я приняла вот с тех пор я научилась на разнойте принимать судьбу это мне даже помогло в родах да вот просто отпустить принять чтобы не происходило алан и жазан булада я не могу контролировать вот в английском есть слова вообще фраза control your control был с контролирует то что ты сможешь контролировать остальное нужно просто отпустить это случилось это не в моих руках так было написано уже преднаписаны и я бы ничего не смогла изменить вы приняли решение тогда переехать в астану да да мы решили что я уже я все в этот момент я говорю так хорошо что у меня есть вы у меня есть практика 2 что у меня есть семья то есть нам казалось что у нас больше нет семьи что опоры нет у нас это сказал вот мы должны быть сами себе опорой все мы приезжаем в астану давай все продаем и приезжаем у папа вот он ради нас так старался он на касса купил участок где-то где-то вот машину да мы все это продали взяли их пенсионные начисления они оба столько лет работали и нам это хватило чтобы купить в стане квартиру дальше уже на свои деньги на моей на сестры мы купили там всю технику я сказала здесь ли давай ты переведись в астану давай ты будешь учиться в астане здесь и мой младший братик поступает вну то есть мы их его готовили сами и все давай вместе будем все жить будем держаться вместе и с тех пор мы вот переехали с тех пор у нас все хорошо мы все всегда вместе сейчас да у меня есть я старалась быть опорой для своих практиков то есть я понимала насколько бы нет откуда эта сила в такой молодой хрупкой девушки инстаграме тоже часто задавали этот вопрос откуда да но я думаю это в любви которые вот успели мне дать родителей это в любви вот папы мамы которые я получила столько доброты я у них научилась и они все детства всегда нам говорили вот я понимала что все ответственность на мне я даже вот я понимаю насколько мне страшно мне больно да мне было двадцать два а братиком 15-16 насколько им а в 15 лет меня папа вот так лелеял да мама я понимаю что им насколько это больно на самом деле я в этот момент я собралась уже я думаю все родители наверное не зря вот так вкладывались меня именно в мое образование мое воспитание что наверное уже так предначертано что я дальше должна взять эту ответственность и вообще я с сестрой мы вместе обеспечивали их плюс до сих пор я вот стараюсь быть для них вот опорой с мужем это хорошо что у меня есть муж сейчас да вот потому что все таки воспитывать мальчиков это сложно и мне в этом помогает сейчас муж с братиками а так я с ними часто разговариваю даже после того как у меня у самой или семья появилась ребенок-то родился я все равно их почти каждый вот раз в неделю как минимум я зову разговариваю спрашиваю что у вас нового потому что я вспоминаю как папа мне звонил когда я училась ну он мне всегда за каждый день звонил спрашивал как у меня дела а им же никто не звонит это же очень для них но когда всем друзьям на родители звонят а им никто не звонит никто их не ищет это же очень больно и я всегда им говорю вы не одни да например мы брать хочет поехать по орган travel я говорю да да мы тебя вот финансово мы обеспечим вам дома барас но но в то же время не не балую сильно вот он работает у меня он мне помогает вебинары где-то проводить вот техническую часть камеру вот настроить то плюс он еще и преподает английский он же второй год учится в но он у него с эти ну у него максимальный балл он вещи 100 сан что ли смогут в жизни но он очень умный вот мне а сейчас помогают и зарабатывает вот я хочу чтобы они тоже выросли сильными чтобы они не только на меня да надеялись и сестре тоже я чувствую перед ней такую ответственность больше сказать моральную не знаю потому что 2019 году меня пригласили ну то есть я получила оффер приглашение приглашение в стажировку в америку это вот это уже это крутая возможность а папа меня всегда поддерживал но тогда мама сильно болела и моя сестра она мне сказала с папой да барабер все ничего не о чем не волнуйся тем более это стажировка она почти но для меня она была бесплатно но только на карман на расходы нужны были деньги и папа даже оформил на себя кредит чтобы мне дать вот 500 тысяч тенге на руки и все я отправляюсь в америку в то время когда сестра вот одна смотрела за мамы она была дома за братиками завод делали весь бы то я думаю я должен мы должны были это делать вместе но они мне давали эту возможность поэтому я сейчас сильно поддерживаю свою сестру у нас год разница но характер у нас вообще разные я знаю что вы для нее приготовили сюрприз да да ну да это за интервью потом выйти я скажу она будет проходить стажировку в америке как она мечтала она поедет в америке клинике в клинике именно американской клинике как из фильмов да как из сериалов которые они тоже смотрят вообще у нас детстве было так она я сама учусь на английский внизу где-то я приезжаю домой в арысе говорю вам тоже нужно учить английский брать я в арысе тоже работала в какое-то время открывала свои курсы английского языка в арысе весь арсенг шкэндэй балдэн бэр нухтханман и ссылки здесь я забирала своих братиков с собой утром уэт валпчурн дэр английский о кэсэндар мини-мэнбрге и и вот братик учится сейчас в ну по профессию на инженера сейчас он учится а второй братик а второй братик он сейчас в астане тоже работает вот старшая сестра тоже получается она моет за меня посуду да но она второй ребенок я была немножко хитренькой она моет за меня посуду а я ей объясняю в английский язык и у него всегда был нормальный английский смотрела сериалы сама она очень трудолюбивая тоже очень учится вот к сожалению она не успела к открытию не что есть ее уже тогда не принимали она уже училась в десятом классе ее не принимали вот сложилось так я понимаю что это так несправедливо по идее что она бы тоже поступила бы точно внешне она бы тоже достигла бы и я говорю давай ты тоже учи английский и мы устраиваем с ней reality в этом году осенью я говорю агарке тебе нужно сдать айлс тебе нужно она боится она вот не верит в себя я говорю нет у тебя нормально английский все я тебе подготовлю за месяц и получается она боится вот сделать шаг я говорю давай будь смелее давай мы сделаем реалити это пока будем показывать у меня и в инстаграме мы зарегистрируемся на айлс выберем дату мы получается выбираем дату зарегистрируемся она говорит осень меня еще раз ну там зачем мне все это она еще врач она на ночные смены выходит в больницу очень тяжелая работа честно я говорю когда ты регистрируешь и у тебя уже дальше нет выхода а когда человек не заставляет себя у не будет выходить из зоны комфорта я говорю тебе нужно выходить заставь себя давай один раз нормально доверься мне все будет хорошо и она готовится по моей методике один месяц и идет сдавать айлс она приходит город осень я забылила игру блин ладно ему я я могу это своя аудитория беда ты готовишь только в месяц окей и выходит результат мы смотрим вместе она там 7 и 5 говорит вот ты завалила и вот у нее есть сертификат получается айлс и дальше благодаря этому айлсу она будет проходить сажировку да 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 благодаря айлсу она будет проходить сажировку вот мы на с командой искали сажировку я вела сама переговоры отправляла тоже может меня тоже отправить на нефликс на сажировку конечно давайте за месяц тоже занималась надо смотреть какой у вас уровень английский я вам семьи пять конечно не могу обещать я хочу восемь даже у вас за плечами несмотря на ваш молодой совсем возраст 8 лет вы преподаете английский у вас сейчас на сегодняшний сколько учеников прямо сейчас учится онлайн 30 326 326 учеников и это не только казахстанцы нет у нас очень много из снг вообще из кыргызстана из россии очень много и плюс моим курс на мои курсы записываются казахстанцы которые сейчас за границей в америке очень много часто в америке вот мой братик нурбул как раз таки преподает одному студенту ему в 16-15 из америки мне так хорошо да не он получится с родителями поехал и наверное уже ну ему сложновато ему нужен чем раз вашего авторского курса знаете есть методика flipped classroom то есть это перевернутый класс переводится и а это эту методику я впервые узнала у своего профессора ли на забав университете вот так обожаю он мне написал одно моё рекомендательное письмо в гарвард ну вот эта методика заключалась в том что до до начала лекции он нам отправлял какие-то видеоматериалы текстовые чтобы мы залегть до лекции мы посмотрели я даже на себя смотрела когда я до лекции что-то сама смотрю читаю и иду а когда я просто просто так пойду на лекцию это уже вообще две разные осели 2 2 2 разных студентов подготовлены приходили здесь то уже с каким-то вопросом я уже имею какое-то вот о чем будет и речь вообще да я знаю и на уроках я уже сижу более осознанно и просто практикую то что я уже уже там научилась а чему что я уже прочитала а я взяла это внедрила в английский как состояние единственное это я делала research и оказывается уже в других странах другие зарубежные эксперт это уже внедряют и это очень круто работает например скажем у нас есть вот у нас есть платформа на этой платформе студенты выполняют в этой уроке там получаются уроки они такие короткие увлекательно чтобы внимание студента вот знаете каспий я так люблю это приложение вот все казахстанцы знаете такого приложения нет нигде в мире в америке вот и в европе да мы были там транзакцию ждут три дня да да это круто и английский язык тоже можно так сделать вот вот эти вы упростили просили с помощью платформы мы упростили полностью кто преподает 320 учеников кто преподаватель у меня 50 преподавателей но мы им проводим всегда тренинги обучаем но я сделала так чтобы 80 процентов результата это зависит от меня от моего обучения и 20 процентов от преподавателя то есть преподаватель он что делает он проводит именно разговорной практики только а именно методикой объяснение я делаю сама то есть каждому да да то есть все это на платформе у нас есть то есть 320 учеников получают от вас уроки и у них два раза в неделю на зум они просто сидят целую часть разговаривают только разговаривают а до этого они теорию получили на платформе уже интересным образом они если вот вопрос если включиться и вот прям учить английский чтобы заговорить на нем да вот сколько нужно времени а то вашими тут а по нашей методики до apple intermediate уровня мы довольны за 5-6 месяцев но пять месяцев у нас длится обучение дальше уже разговорный ежедневно это почти потому что это 5 раз в неделю но так как я сказала у нас вот платформа она очень удобная как аспе такая легкая можно делать и в такси там между занятиями да и она еще интересна мы подбираем темы как как психология например там есть видео интервью от основателя amazon то есть такие вещи которые заинтересуют любого человека и их они могут делать а разговорную практику на зум то есть получается три раза на платформе занимается и два раза с преподавателем один на один онлайн и это супер эффективно работать недавно мы проводили выпускной для моих студентов в их совсем я люблю так делать собирать своих студентов я люблю создавать вот сообщество да свое и там я очень много студентов от разные и из школьники были и студенты с инвалидностью кстати да у нас они инклюзивной платформы она всем удобно она дает возможность всем я на своем опыте я всегда говорю образование должно быть доступным именно качественное образование должно быть доступным видите если бы я не поступала вниз где бы я сейчас оказалась вот где бы я не знаю если у моих родителей не было денег чтобы меня отправить вашим характером вы могли бы возможно я бы до восстания оказалась по но я бы не могла поступить гарвард то есть я бы до этого уровня не достичь а вы помогаете своим студентам кто обучается у вас английскому языку затем поступить да да несколько лет я такой человек я очень критично самокритично по идее несколько лет я обновляла свои курсы почти каждые три месяца я у студентов спрашивают даже я иногда анонимно у них спрашивают форму отправляю анонимную скажите как вам курс какие минусы есть и я команде всегда говорю не надо покупать курсы за миллион тенге чтобы развивать свой бизнес спросите у своих клиентов они вам скажут и каждый раз мы обновляем что-то улучшаем улучшаем и сейчас я уверен на своих курсах и я открываю для себя новое направление я буду помогать поступлению за рубеж до этого мы уже делали гарвард тоже конечно да уже уже есть человек который поступил в гарвард ну не скажу что благодаря мне но и в этом был мой вклад скажем так в двадцатом году оказывается один парень мне написал я тогда воры из-за рыси начинала вот свое дело я бесплатно раздавала гайды за подписку это было гайд по стажировкам по мотивационным бич моему парень зуме я раздавала их бесплатно за подписку я так набирала аудиторию и тогда один парень у меня взял этот гайд бесплатно он прямо у меня наносить переписка и как устроиться на работу в skyeng у меня был вот такой гайд тоже я вижу оказывается этот парень у меня вот эти два гайда взял и недавно мне пишут приходит письмо сообщение читаю асель ханам рахмец из гелькин с манки мотивация бернусь мигарвард вот представляете я в шоке ну кто этот человек мне интересно стало я же одна в казахстане так я в гарвард поступила я пошумела и смотрю кто а из читаю нашу переписку в двадцатом году оказывается он так получил гайды и с тех пор он тоже не останавливался там пробовал там что-то дело получается прошло 4 года нет 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 я не знаю откуда он и он не с назарбаев университета вот кстати вот что хорошо вниз назарбаев университета он с другого университета и он смог поступить и поэтому я говорю вы тоже сможете поступить в гарвард и я уверена что даже вот благодаря тому что я в своем блоге каждый раз говоря поступила смогла сделать это у людей тоже появляется вера что у них тоже получится я всегда им говорю я обычный человек вы не думайте да вы салфмейт вы самый настоящий салфмейт из-за рыси у меня к вам вопрос уже такой деловой у вас 320 учеников да сейчас вы наверняка ставите перед собой какие-то масштабные цели сколько у вас должно быть учеников я хочу дойти до 1000 в месяц но я сейчас это могу я могу дойти до этого без обучения в гарварде но почему я хочу учиться в гарварде это именно знаете что мной что движет сейчас это то что я хочу открывать частные школы я сама я вот сама себя так называю что я амбассадор образования в казахстане что я пример живой что образование меняет судьбу что все может измениться если человек получать качественное образование и поэтому я бы хотела открывать частные школы где будут качественное образование доступное образование для всех и это Это моя большая цель. Я понимаю, что для этого, вот в онлайн-сфере, онлайн-курсах я могу, я могу, это окей, и зарабатывать тоже у меня хорошо получается, обороты хорошие, но я хочу уже масштабироваться и пойти так. Поэтому я выбрала Гарвард, я иду за мышлением. Асель, которая жила в Арыси, о чем она мечтала, вот пик моей мечты, это, наверное, было, не знаю, поехать в Астану и так далее, да, а Асель, которая поступила в неж, она увидела другую жизнь, и вообще другую, о которой она даже не могла представить, она увидела, что у нее может получиться. Я начала общаться с другими людьми, у меня окружение поменялось, мое мышление, и вот так изменилась моя жизнь. Я так думаю, я надеюсь, что я поступлю в Гарвард, я попаду в общество, в таких же амбициозных людей уже со всего мира. У кого есть нон-профит, у кого-то профит, какой-то есть, наверное, стартапы, да, я буду общаться с такими людьми, и я хочу вот взять их опыт, я хочу с ними общаться. Когда вы летите? Я в Юле. Мужа ребенка с собой забирают? Да, мы вместе поедем. Муж, я знаю, что он у вас травматолог, он берет отпуск, да? Академический, да, один год отпуска. Его отпускают? Да, его отпускают на один год, он сразу меня, мы вообще в Инстаграме интересно, мне часто задают вопрос, а как ваш муж на это отреагировал, да? Я говорю, ну, как адекватный человек, он, конечно, меня поддержал, он сказал, все, да, если это тебе… Слушай, это классно. Еще и позже живем в Америке. Поехать в Америку, да. Да, это тоже очень крутой опыт для нашей семьи, я считаю, вот мы получим это в топ-то, мы же жили с родителями все время, это тоже для нас выход из зоны комфорта тоже, что вот в Америке пожить, ну, мы оба были там. Вы будете параллельно учиться и продолжать работать? Да, 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 я буду продолжать работать, я бы хотела еще и ассистентку забрать, если мне Гарвард это разрешит, я буду им писать, посмотрим. Кстати, да, важный момент забываем, недавно я подала на грант, но я не думала, что мне дадут, честно, вообще я не думала, и у меня в этот период я сама болела, ребенок болел, что-то все сложно, и смотрю, приходит письмо, что мне выдали грант. Я не открываю, потому что мне страшно, а муж в это время на ночной смене, он травматолог, и я ему отправляю, говорю, Ертен, утром открой вместе, и утром он приезжает, и мы садимся, открываем, а там мне выдали грант, вот выдали в размере 10 миллионов тенге, это очень редко бывает, очень редко, но я хочу еще увеличить размер гранта, так можно делать, кто поступает за рубеж, вам такой. А сколько стоит образование? Мне нужна еще где-то такая сумма примерно. То есть 10 миллионов еще? Да, где-то еще нужно, да, 10 миллионов. То есть обучение стоит 20 миллионов? Да, 20-30 миллионов, да. Ну, можно вот оплачивать их не сразу, а по месяцу. Частями, да, можно делать. Это магистратура? Это магистратура, и у меня только один год, ну, там, если 4 года бакалавра, то, соответственно, нужно будет увеличивать на 4, да. Я думаю, для вас 10 миллионов не проблема. Вы девушка деловая, у вас есть ученики, и я думаю, что у вас легко это получится. У меня вот это, мне задали этот вопрос, что, что будете делать, если вам не дадут грант. Знаете, если бы мне не дали, я бы подала на булашак, если бы мне булашак отказал, я бы заработала. Потому что даже кто-то может сказать, столько денег, зачем тебе, зачем квартиру, да, не купишь или машину красивую. Нет, образование это самая лучшая инвестиция, самая лучшая. Вот поэтому и я готова именно Гарварду отдать такие деньги, если они, я знаю, что их знания мне полностью дадут что-то новое, новое мышление, новое знакомство. Я готова, я очень хочу, я хочу учиться там, прям горю этим сильно. Я думаю, что это будет не последнее ваше образование. Возможно. Я думаю, что мы еще услышим ваше имя. Это очень классная, мотивационная такая история, вдохновляющая история, как девочка из Арыси смогла взять ситуацию в свои руки, ответственность, не растерялись, взялись сестрой на себя своих братишек, да, переехали в Астану. И, как вы говорите, образование изменило вашу судьбу, да. Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Ждем вашего возвращения. Я думаю, через год запишем с вами новое интервью. И наверняка у вас будут новые планы, еще более масштабные. И расскажете, чему обучились в Гарварде. Вам тоже очень большое спасибо, Этинара. Да, через год надеемся, что мы с вами увидимся, я уже расскажу о своих планах, да, и чему я научилась в Гарварде. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова